Привет! В этом коротком, но комически правдивом видео я расскажу о пяти самых распространенных мифах о защищённых смартфонах. И я думаю, некоторые из них верите даже вы, так что давайте разберёмся всё-таки, а что же это за мифы? И начнём мы с мифа про размер. Ведь все мы с вами прекрасно понимаем, как выглядят защищённые смартфоны. Например, когда в нашей памяти всплывает Octetal WP15, ну или наконец худой Doogee S88+. Да, они-то большие, но почему в основном большие броники? Не из-за того, что там 15 тысяч слоёв адамантия, кевлара и ещё какого-то материала для защиты, а всего лишь навсего из-за разных объёмов аккумуляторов. Безусловно, есть много смартфонов, вес которых уже доходит до отметки в полкилограмма. Но с другой стороны, есть же много таких броников, как например Black VBL 5000 или тот же Ulefone Armor 8, вес которого в районе 250 граммов, да и габариты у него абсолютно адекватные. Или например, Umi Digi Bizon или тот же Ulefone Armor 8, Black VBL 5000 и ещё некоторые смартфоны. Это всё отличные современные гаджеты, которые и выглядят относительно нестрёмно, если сравнивать с классическими смартфонами. Не хотел вдаваться в крайности, друзья, но ладно. Вот вам Ulefone Armor 8, а вот Cubot King Kong Mini 2. Посмотрите на сравнение этих смартфонов. Это 4-дюймовый смартфон. Да, конечно, их не так много, но всё-таки они существуют. Кстати, вот этот смартфон и ещё несколько специально для данного видео я попросил у интернет-магазина «Резервация». Пообщавшись с их руководителем, я понял, что у них есть много интересных историй и много интересных статистических данных касаемо защищёнников. Поэтому, друзья, я думаю, вскоре ещё будет много интересных тем, подобных этой. Второй миф об уникальной технологии изготовления стекла на дисплей для броников. Да, даже из личного опыта я сам знаю, что многие люди принципиально не клеят ни плёнки, ни стёкла дополнительные на свои броники. Мол, это же защищённый смартфон. А зря. Да, может для кого-то это и будет чем-то новым, но я знаю, что большинство моих зрителей и так понимают, что на защищённые смартфоны устанавливается обычное защитное стекло Gorilla Glass, как на обычных смартфонах, а не какое-то сверхкалённое на глубине 1000 км, выдержанное под температурой миллион градусов и так далее. Да, безусловно, эти стёкла крепкие, но есть такое понятие интересное «дело случая». Так вот, у меня, в личном моём примере, несколько раз я видел, как смартфоны падали с высоты 1,5-2 метра на плитку тротуарную, на асфальтированный участок возле дома и ничего, дисплей просто был абсолютно целый, даже без каких-то сильных царапок. Да, и в подтверждение «дело случая» я хочу сказать, что вы, наверное, помните видос, который я снимал ещё год назад, ну это старые подписчики, наверное, помнят, про AGM M7, это кнопочный смартфон на телефон, которым я забивал гвозди, ну да, маленькие обычные гвозди, в деревяшку обычную мягкую, но всё же, после такого теста на смартфоне осталась просто небольшая царапка, и всё. Но есть и те случаи, когда действительно смартфон может упасть с метровой высоты, и первое же падение даст скол. Но это действительно надо, чтобы у вас была очень плохая карма. В общем, по факту, стёкла на брониках не изготавливаются по спецзаказу на каких-то военных заводах, это обычные стёкла, как на любых других современных смартфонах. Поэтому, если надеетесь на долгосрочное пользование, клеить доп. защиту на бронике – это нормально. Дешевле, блин, чем сам дисплей потом менять. Третий миф о том, что защищённые провязиненные корпуса смартфонов со временем тупо разлазятся, и этот смартфон либо на свалку выбросить, либо этим франкенштейном лысым пользоваться, но боясь его при этом показать даже на людях. Ну, что сказать. В действительности это случалось, и даже на моей памяти такое было. Например, был смартфон NOMU S10, который такой болячкой страдал, но это было давно. Сейчас в целом такого уже не наблюдается. Короче, друзья, чтобы это носило прям массовый характер, действительно такого нет. Кстати, в моих руках сейчас защищённый смартфон, которому 7 лет. Называется он MAN, ну, раньше были такие смартфоны, сейчас вроде их не выпускают. И он полностью целый. У него прорезиненная окантовка, которая абсолютно не разваливается, и при этом у него даже слот, вот у него есть разъём для наушников, заглушка довольно плотно сидит, она работает, она плотно закрывается, заглушка не отвалилась, разъём для наушников тоже у нас находится под заглушкой, он не развалился, всё работает. Так что никакие могут быть ещё вопросы. Друзья, этот смартфон действительно не используется каждый день, жёстко в полевых условиях, этот смартфон более как офисный вариант используется, но всё равно смартфону 7 лет, на секундочку. Кстати, конечно же, его мне тоже предоставили в магазинной резервации, для того, чтобы показать на живом примере, так сказать, что нет, нифига они не разваливаются. Предпоследний миф, это то, что у броников в принципе нет нормального железа, и здесь я бы сказал так, ну, 50 на 50. Всё, как всегда, упирается в деньги. И если рассмотреть, к примеру, модель BlackVue BL6000 Pro, который в рознице продаётся за плюс-минус 350-400 долларов, то я бы не сказал, что это прям слабый смартфон. Я когда снимал год назад почти, что этот смартфон был просто в шоке. В шоке от того, что наконец-то, наконец-то до производителей дошло, что надо ставить что-то более мощное в свои броники, чтобы заинтересовать большую аудиторию. Это я, конечно же, о процессоре Dimensity 800. И да, я понимаю, что это до сих пор не флагман рынка, но, друзья, ещё три года назад в защищённиках флагманом был процессор Helio P60. Полтора-два года назад начали ставить Helio P90. И вот сейчас, уже год назад, считайте, начали ставить Dimensity 800. Ну, это всё-таки прогресс. Да, ещё пару лет назад вышел AGM X3 со Snapdragon 845, кто вдруг не знал. И цена была высока. Но не заоблачная, всё равно, как на топы от Samsung или ежи с ними. На данный момент даже смартфоны стоимостью 200-250 долларов работают на процессорах Dimensity 700, Helio G95. И производительности в целом у них достаточно. По крайней мере, для тех задач, которые возлагают на них покупатели. Ведь, понятное дело, что губастое разрисованное чудо с последним айфоном не будет покупать броник. Броники берут в основном не для селфи и инстаграма, а для более узкоспециализированных задач всё-таки. Поэтому за свои деньги в целом броники имеют неплохое железо. И даже для тех, кому нужен мега-производительный процессор для игр, к примеру, есть тот же AGM X3, ну и куча других броников на 800-ом Dimensity. И, кстати, в 2022 году, я чувствую, пойдут ещё более производительные чипы. Очень ждём. И вот мы с вами подошли плавно к последнему мифу, друзья. Что, мол, броники покупают только настоящие суровые мужики, строители, автомеханики и точка. Да, я знаю и понимаю, что для многих из вас это, наверное, сейчас, ну, как-то смешно звучит. Но по факту, друзья, этот миф реально существует. И я сам сталкивался с тем, что многие люди, представители рабочих профессий, пользуются именно защищённиками. Дело в том, что последние пару лет в моей квартире делался такой огромный-огромный ремонт, чуть ли не всё с нуля. Так вот, многие люди, с которыми я познакомился, были электрики, потолочники, строители, сантехники и так дальше. И у многих из них реально были броники. Они ещё удивлялись, когда я с полувзгляда на их смартфон говорил, что у них за модель, какие у них плюсы, какие минусы и какие характеристики. В реальном же современном мире такие смартфоны я часто встречал даже у школьников. Да-да, ведь некоторые родители специально покупают детям недорогие броники, так как они вечно их то теряют, то роняют, поэтому вот так вот. Также берут их, да, действительно, и автомеханики. Руки-то часто в масле, да и падают они часто. Берут их и водители, особенно дальнобой. Но берут их и мужья для своих небрежных жён. Эти истории мне также с улыбкой на лице поведали представители магазина, у которых я взял парочку телефонов для этого видео. И этот список на самом деле не закончился. Так что не надо придерживаться этих архаичных клишированных понятий о среднестатистическом пользователе броников. Им может быть кто угодно. Но для тех, кто досмотрел до этого момента, есть хорошая новость. Если вы собираетесь сейчас, либо собираетесь когда-либо купить смартфон в магазине «Резервация», ссылочка на который, естественно, в описании, вы гарантированно получите скидку 2% на любой смартфон, вне зависимости от цены, по промокоду TWEGDAY. А также вы получите особое гарантийное к вам отношение. То есть ваш смартфон в случае чего сделает быстро и качественно. Вот такие дела. Промокод вы можете либо указывать в комментариях о вашем заказе, либо, если делаете заказ по телефону, сообщать промокод менеджеру и получать гарантированно самую низкую и приятом на розничном рынке цену. Ребята давно занимаются брониками, они мне многое рассказали, плюс ассортимент у них просто огромный. В общем, ссылка на магазин в описании, надеюсь, в преддверии нового года вам эта инфа пригодится. Ну и подписывайтесь на канал. Всем пока.